Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждём гостя» Зурабом Двали. Трудно себе представить, что в современной Грузии есть место, затерянное во времени и пространстве, где живут свободолюбивые, отважные, весёлые и очень гостеприимные горцы. И называется этот край красивым словом Сванетия. Это действительно сказочное место, полное величия и таинственности. Сванетия – это не просто грузинские поселения, это общины, каждая из которых состоит из нескольких деревень. Всего на территории Сванетии сегодня проживает примерно 14 тысяч человек. Административным центром Верхней Сванетии является поселок Мести. Кстати, вся уникальная средневековая архитектура Мести включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь на высоте 1400 метров постоянно проживают около трёх тысяч человек. А сейчас я вас хочу познакомить с моим другом, настоящим Сваном. Знатоком местных традиций и обычаев Кобой Чоплияни, который нам поможет в рассказе об этом удивительном крае Коба Гамардёба. Здравствуй, Зура, дорогой. Как дела? Он тебя видит, давно тебя не видел. Спасибо, спасибо. Ну, передачи смотрю, хорошие у вас передачи, очень интересные. Ну, вот сейчас будем делать, ждём гостей Сванетии. Я тут и не с пустыми руками меня встречаю. Ну, это наша традиция такова. Когда гость идёт в стальных краёв, его обязательно встречают у хода, скажем, села, региона и так далее. Я хочу тебе один маленький сувенирчик подарить, который тебе обязательно пригодится в Сванете. Давай, сюда. Это является Сванская шапка. О, Сванская шапка у меня ещё не было. Это шапка. Сваны называют шапкой чести его. Я попрошу Всевышнего, чтобы ты его в честь и с благополучием, с счастьем носил, дорогой. И с гордостью носил суванскую шапку, ну, конечно. О, дорогой. Всё, я принят в Рибисване? Да, ты принят в Рибисване. Но самое главное, за что пьют, когда встречаются с Ваном? У Сванов первые три стакана – это обязательно пьют за богов и ангелов. Ого. Первое – это за Всевышнего Господа Бога, за Созидателя Вселенной. Второе – это за Архангелов. По-освански называется Мхем Тарангзел. И третий тост – это за Святого Георгия. Как суваны говорят, джгуряк. Мы чуточку спешим по этому, Зура. Давайте объединим все эти тосты вместе и пожелаем вам, вашей съёмочной группе. Нам. Нам всем. Все в Сванете, все в Грузии и всем вашим зрителям. Счастья, благополучия, удачи, успехов. Дай Бог, чтобы вам сопутствовал Хоша Гербет, Мхем Тарангзел, Чгурак и Ла-Мария. Ну что за успех наших программ в регионе Сванетия. Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Сванете – это фамильные родовые башни. Про Сванские башни многое сказано, много написано, много легенд по этому поводу. У большинства башен своя какая-то легенда, своя какая-то история. Есть версия, что якобы это создавалось против лавин. Но есть очень много башен, которые находятся на таких местах, где лавина не бывает. А как оборонительное сооружение? Как оборонительное сооружение, да, она могла исполнять такую функцию тоже. В башнях хранились, как бы сказать, религиозные, ритуальные разные предметы, например, фамилии. Но можно сказать, что башни являются, как бы сказать, символом гордости каждой фамилии. Вот это, например, очень красивое сооружение, башня, архитектурное сооружение, оно является собственностью фамилии Хиргияни. Это очень, как бы сказать, уважаемая фамилия Сванете. Коба нас пригласил в историческо-этнографический музей Сванетти, где хранятся поразительные, уникальные предметы старины. А в чем уникальность заключается? Уникальность ее заключается в том, что, во-первых, здесь хранятся артефакты и предметы, которым 3-4-5 тысячи лет. Это первое. Второе. Экспонаты этого музея в основном сохранялись в течение многих веков в семьях. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте вместе заглянем в этнографический, исторический музей Сванетти. Музей был основан в 1936 году на базе Ситийской церкви имени Святого Георгия. И вот в стенах этой церкви начали собирать первые экспонаты, первые предметы старины, связанные с культурой, цивилизацией, религией. И вот уже сегодня мы имеем такое роскошное здание здесь вместе, где мы находимся. И где уже, конечно, эти экспонаты в течение многих и многих десятилетий люди, семьи приносили из дома и передавали в дар музею. Я надеюсь, сегодня мы это все увидим. Музей Первый зал – это археологический зал, который носит имя известного грузинского археолога профессора Шута Чартулани. Под руководством Шута Чартулани было выявлено на территории Сванетти 31 очагов древней металлургии. Самые ранние памятники археологические относятся к поздней ступени каменного века, то есть неолиту. В коллекциях музея хранится уникальная булавка, бронзовая, с решетчатой головкой, тоже 3-2 тысячелетия до нашей эры. И графиня Уварова, которая в начале 20-х веков езжала в Сванеттию, у нее много книг об археологии Грузии, писала, что две аналогичных булавок она нашла в Австрии в Вельских музеях. Это подчеркивает, что у Грузии и в частности у Сванеттии были еще в древности торгово-экономические и культурные отношения с соседними странами. Существует 6 разновидностей первых грузинских тенек, но на территории Сванеттии найдены вот эти маленькие колхитки 5-3 века до нашей эры. Всего в Грузии найдено 377 золотых статеров Александра Макетонского, из них 367 найдено на территории огромного могильника Лари-Лари в Сванеттии. Чисто смазкий шит, уникальный. Это кожа, наверное, да? Это черешневое дерево, сверху покрыто бычьей кожей, имеет архаическую форму и украшено медными орнаментами разными. Чисто смазкий шит, да, символ солнца. Ну, кольчуга. Кольчуга железная, которая весит 38 килограмм. 38 килограмм. Существовало две школы, сванских школ и конописи. Первая школа, где были объединены мастера самоучки, народного потока мастера, и вторая школа, где уже были объединены мастера классики, получившие образование. Уникальная икона XIII века с изображением Гаврила Архангела. Украшена полу драгоценными камнями. Вообще удивительный край Сванеттии. Многие знают, что здесь башни, горы, а какая культура, какая цивилизация стоит. Вот за всем этим, то, что мы увидели сегодня в этом музее. И будете в Сванеттии, в первую очередь придите в местный музей, чтобы лучше понять этот край и поближе познакомиться с уникальной сванской цивилизацией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канатной дороге мы добрались до курорта. Это Зурульди, который находится на высоте 2300 метров. И вот здесь очень много туристов с разных стран. Мы хотим побеседовать с вами, девушки. Насколько вам нравится Местия, Сванеттия? Как отдыхается здесь? Ну, мы здесь первый раз. И очень, конечно, красиво. Очень высоко. Но мы приехали сюда у меня у друга. А здесь отель вместе. И он сказал, что Сванеттия – это тот регион, который обязательно нужно посмотреть. Правильно, друг сказал. Что он самый красивый. Что здесь развивается горнолыжный курорт. И что сюда стоит приехать. И стоит приехать и летом, и осенью, и зимой. Потрясающее сванское блюдо нам принесли. И настоящую сванскую чачу, которую мы сейчас тоже распробуем. Ну что ж, приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Сванеттия всегда славилась альпинизмом. Кстати, здесь вместе до музея легендарного грузинского альпиниста Михаила Хиргияни, которого даже британская королева называла «Тигром скал». Я хочу вам представить известнейшего грузинского альпиниста. Человека, который родился и вырос в Сванеттии. Вот в этих прекрасных... Среди этих гор, да? Господин Апфигигани, известнейший альпинист, который не раз побывал на Эвересте и на других мировых вершинах. Что привлекает альпинистов здесь, в Сванеттии? Ну, привлекает основу их, это значит, что у нас очень красивые горы. Вот. И очень сложные. Сложные маршруты. Сложные маршруты. Мы, Шахиргиян, очень известный по всем миру альпинист. По всем миру считался сильнейший. Да, сильнейший. Он был очень сильный скалолаз, так и сотник. У него очень много рекордных восхождений. Это не только Кавказ, Памир-Тяншан, так и за рубежом тоже. Мы всегда интересовались, как ходят советские альпинистики. И туда приглашали сильнейших, конечно. Например, в Англии его рекордные восхождения. В Болгарии, честь всего, назван Большой Тур, прекрасный маршрут. Рекордные восхождения у него в Алпах, Франции, в 1967 году. Напарником его там был альпинист из Москвы, Слава Нищенко. Например, западная стена Пти-Дрю в мире является одним из сложнейших маршрутов. Кто первый покоряет, это сильнейший французский альпинист. За две недели покоряют. Миша со своим напарником за 17 часов покоряют. За 17 часов? За 17 часов. Это очень трудно было там поверить. Например, в 1964 году он проходит «Зеркало», «Ушби». И после этого сильнейшие альпинисти приезжают, покоряют вот этот маршрут. Самый сложный маршрут. На «Ушби» очень много маршрутов. Ну, «Зеркало» в «Ушби» – это самый сложнейший маршрут. Камни падом, я скалом трещин. Я знаю, что он был дружен с многими известными людьми. И среди них Владимир Русоцкий. Да, Владимир Русоцкий здесь тоже был, в этом музее. Он был лично знаком. Он тоже любитель походить по горам. Когда Миша погиб, он пишет эти стихи и песню тоже исполняет. И вот здесь, к вершине стихотворения Владимира Русоцкого, прямо указывалось, что в памяти Михаила Хергеани. «Эхо гор, как радиосигналы, И когда шел бой за перевал, Чтобы не был ты врагом замечен, Каждый камень грудью прикрывал, С колы сами подставляли плечи». Хочу познакомить вас с Бадоной Баграт Жура, наш гость, который снимает прекрасную передачу о нашем регионе Сванетии. И господин Баграт Нанскани – легендарный человек, Хранитель древности, традиции и очень интересной культуры Сванской. И у них дома сохранены не только очень великие интересные экспонаты, но к тому же времени та традиция, Сванская передача исторических сокровищ от поколения к поколению, и не только передача защиты. В семье Баграта Нанскани хранится вот эта уникальная икона, которой благословляли царицу Тамар, день, когда она восходила на царский трон. Мы видим уникальные фотографии. На этих фотографиях, вот видите, руки. Это руки того человека, который несколько десятилетий тому назад данную икону передал господину Баграту. Вот эта икона в данной фамилии с руки в руки передается самому надежному и уважаемому человеку. Хранить такие сокровища – это непросто. Это связано с большой ответственностью. И у каждой семьи создавались определенные препятствия в течение этих многих веков. Когда сваны берутся за такое дело, они дают клятву перед господом, что это будет сохранено здесь, и будет поколение-поколение передаваться. Каким образом их семья получила эту икону? Царицы Тамар, сванские войска помогали ей, чтобы она, как бы сказать, укрепилась по власти на престоле. Вот. И он думает, что в это время его предки тоже участвовали в этом. В контексте этой истории данная икона была передана ихней фамилией. За какие-то заслуги перед царицей Тамарой. Ну что, потрясающие дороги, Коба. Я помню, даже в советские времена дорога не годилась, а в 90-е лихие годы вообще все было разбито. Постепенно вот эта инфраструктура, она улучшена, и я думаю, это тоже способствовало росту туризма. Да, разумеется. Дороги для Сванетии всегда была большая проблема. Это и, как бы сказать, в глубине веков тоже. Очень, как бы сказать, большие усилия государства принято для того, чтобы эти дороги были провести порядок. Очень много с иностранными номерами машин. Да, много приезжают. То есть люди выезжают где-то там в глубине России и едут по машине в Сванетию. Не только из России, скажем, встречаются машины украинскими, европейскими, азербайджанскими, армянскими и со стран Евросоюза тоже. Туризм очень быстро развивается в Сванетии. Очень много гостиниц, гестхаусов, появилась в последнее время вместе, и в других населенных пунктах. И в одной из таких гостиниц остановилась наша съемочная группа с характерным названием Сванхаус. Тамарджуба, там, тамарджуба. Мой друг Зура. Да уйти со своими. Очень приятно. Очень приятно. Пожелаешь, дорогой. Да-то, как давно вы открылись? И это, наверное, ваш родовой дом, да? Насколько я понимаю? Года три назад открылись. Ну, это здесь был... Это дом 12 века. Переделали, один этаж добавили сверху, и переделали под гестхаус. Был вариант... Без нас перспективный в Сванетии? Конечно, да. Зимний и летний тоже оба. Круглый год работает. Круглый год работает. Да-то, а могли бы мы для наших телезрителей у вас во дворе или у вас дома приготовить типичные сванские блюда? Конечно. И кто может в этом нам помочь? Конечно. Я... Моя мама у нас отличная кухарка. Она готовит как сванские блюда, еще и знаменитый такой сванская соль. Сванская соль! Мы сможем вместе приготовить? Конечно, легко это все. И мы сейчас вместе с халбатоней Нази приготовим настоящую сванскую соль. Раскроем секреты, какие приправы кладут в соль, чтобы она превратилась в сванскую. Так, делаем обыкновенная пищевая соль. Потом уцхо-сунели, сухая кинза, укроп, сушеный укроп, шафран, красный перец и чеснок. Прекрасно. На 1 кг соли 200 г уцхо-сунели, 80 г сушеной кинзы, сушеный красный перец, 50 г молотый, шафрановый лист желтый и чеснок, да, кому-то у нас? Чеснок 200 г. 200 г. И помогают нам ваши внуки? Конечно, это кесо, это матей. Матей кесо. Толчем в ступе чеснок, чтобы сванская соль получилась ароматной, вкусной, и лучше вот таким вот старинным способом ее толочить в ступе. Выкладываем наш чеснок уже в соль. Так, всыпем уже наши приправы. Напоминаю еще раз, что это уцхо-сунели. Это сушеный укроп, красный молотый крупный перец, сушеный желтый шафран, все это перемешиваем. Ну, во-первых, это безумно ароматно, потрясающе вкусно. Ну, соль готова, приправа, если есть, надо готовить блюдо. Кого ты у нас здесь? Раз, мы вам задаем. Что мы вам задаем? Кубдарь, самое популярное блюдо. КОНЕЦ Вот еще одно потрясающее сванское блюдо, которое называется мерц. Это картофель и сыр. Несоленый молодой сыр кладут, вот это потрясающее блюдо, и он растягивается. Обратите внимание, как вот он у нас. Ну-ка покажите, насколько можно растянуть. Вот, вот. Ну, и самое главное, наши кубдари. Попробуем на вкус, что у нас получилось. Ой, спасибо большое. М-м-м-м-м-м-м. Божественное. А вот он у нас выше всяких похвалок. Субтитры создавал DimaTorzok И в этом удивительно гостеприимном крае Грузии, Сванетии, нам накрыли вот такой потрясающий стол из настоящих сванских блюд. Коба, давай еще раз напомним нашим телезрителям, какие из них самые, что у меня есть, сванские. Ну, самые сванские, можно сказать, кубдари. Здесь есть сыр, сванский сыр. Здесь есть хатяпури, кстати. Суаны называют хатяпури кут. Ночная жизнь вместе бурлит. И многочисленные туристы приходят в это заведение в центре месте, которое называется Лайла. Лайла. В честь высоты, горные вершины, где они могут насладиться не только потрясающей суанской кухней, но удивительными суанскими песнями и танцами, которым многие-многие тысячи лет. Приезжайте в Суанечию, не пожалеете. Успехов и самого лучшего вам и вашим зрителям. Всего вам доброго. Давай по-суански попрощаемся. Как надо сказать? Я присоединяюсь. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok